Она болеет сильно, ей нужна помощь, там ей родители уезжают на два дня, и мы остаемся сами тут. И ну вот, ну можно помогать. Для начала можем и сами поработать, а вот когда деньги уже начнут идти, то можно и нанимать работников, чтобы там было больше всего. То есть больше хлеба и больше там денег. Она большая, красивая девочка, с большой, доброй, открытой душой. Она всегда стремится всем помочь, очень хорошо дружится с другими ребятами. После того, как с мамой случилась такая беда, она заняла ее место, можно сказать, большую часть по дому делает она. Хлеб тоже стала она печь сама. Дети единственные были, кто мог в данной ситуации помочь, потому что все остальные наши родственники находятся очень далеко, больше положиться не на кого. Надо было и по хозяйству помогать, и, соответственно, за собаками ухаживать, и на производстве работать, и дома еду готовить, и стирать, и все остальное. Мы просто-напросто проводили специальные собрания, на которых распределяли, кто кем будет заниматься, за какие зоны ответственности отвечать. Таким способом мы добились того, что у нас сейчас образовалась очень мощная и сильная семейная команда, которая способна, я считаю, справиться с абсолютно любой жизненной ситуацией. Продолжение следует...